Есть такой профессор Джеймс Тилли, и он вывел пять вещей в политике, которые нас могут научить шимпанзе. Если можно, прокомментируйте вот эти пять пунктов. Первый – держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе. Друзья – они друзья. А врагов ты должен стеречься, а стеречься ты не можешь, если ты их отталкиваешь. Ты должен их держать лучше всего в клетке рядом с собой. Второй принцип шимпанзе – выстраивая альянсы, отдавай предпочтение слабым, а не сильным. Чтобы командовать ими. А для человека это точно так же должно быть? Они так и создаются. Только мы желали бы так создавать, но не получается. Третье – хорошо, когда тебя боятся, но еще лучше, когда любят. Спокойнее, конечно, когда любят. Нет ничего лучше этого. Это самая четкая защита. Но хотя бы боялись. Вот дальше шимпанзе добавляют. Хорошо, когда тебя любят, но еще лучше, когда можешь поделиться угощением. Когда от тебя будут зависеть. Да. Очень такие законы жесткие. И пятый – внешняя угроза может сулить поддержку, если она реальна. Вот это мне не очень понятно. Внешняя угроза, она может сулить поддержку, потому что она обязывает тебя на реализацию всех твоих внутренних возможностей. И тогда ты ищешь партнеров. Мобилизует. Мобилизует, да. И тут уже она помогает. Без внешней угрозы вообще невозможно двигаться вперед. Вот это вот пять принципов, например, шимпанзе. Обезьянных. Обезьянных. А вот человеческих вы можете сказать несколько принципов? Нет, у человека никаких принципов. Он беспринципный. У него все принципы – это только на одно мгновение. А почему? У обезьян есть принципы, а у человека нет, вы говорите. Обезьяны действуют исходя из природы. И даже разум, который у них есть, он исходит из природы. Накопление всевозможных результатов. А у человека нет. Ну мы же говорим в принципе человеческих. Потому что в человеке все постоянно развивается. Эгоизм развивается, и поэтому человек не может то, что он решал вчера, таким же методом решить сегодня. Потому что совершенно другие обстоятельства, другой эгоизм, другой взгляд на мир, другая обстановка. Что ж такое человечность тогда, скажите, пожалуйста? Человечность? Да, человечность. Об этом говорят все, все время. Будь человечен, будь добр и так далее. Человечность. Я считаю, что это отношение, продиктованное слабостью. Это не может быть другого, если наша природа и эгоизм. Какая может быть человечность? Если я хочу показать себя хорошим, или хочу, чтобы ко мне относились хорошо. Это маски все, да? Абсолютно маски. Только маски. Если у обезьяны этот эгоизм природный, и поэтому все понимают друг друга, то человек себя одевает в такие всевозможные формы, что его очень трудно понять, и поэтому он еще и использует доброту, разум и все прочее, для того, чтобы командовать другими, управлять, возвышаться над всеми. То есть это намного хуже, чем любая обезьяна. Так что делать тогда? Как выйти к свету, к добру? Ну и существует методика исправления, но для этого человек должен понять, что он должен исправляться. Он должен почувствовать, что он такой. Да. Но если человек придет к этому пониманию, что вот он такой, абсолютно эгоистичный, это его природа. Для этого он должен прийти в кабалу. Он должен прийти и изучать свою природу. И исходя из этого, он должен уже идти дальше. У него другого выхода нет. К этому все идет. Так чем раньше, тем лучше. Для меня стать человечным – это стать подобным творцу. То есть когда человек начинает осознавать, что связь с другими – это его личная необходимая потребность. Причем такая, которая превалирует над всеми остальными. Только благодаря развитию в себе этого совершенно антиэгоистического, то есть антиприродного свойства, он может не только выжить, но подняться до звезд. Но только в таком виде. Очень сложно, невозможно, если только не приходишь в правильную методику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова